Сегодня у нас два такие демонические героя Лев Давыдович Троцкий и Иосиф Сергеевич Сталин Прямо сказать, люди неприятные, каждый по-своему Но достаточно любопытные Что у них замечательно, что это два, несомненно, крупнейших После Ленина или одновременно с ним деятели революции Которые были ровесниками Его бы родились в 1879 году Но они происходили совершенно из разной социальной среды Прошли разную школу И, кроме того, понятно, что идея этого цикла Пришла из детского чтения Плутарха С его двойными биографиями А потом это отчасти повторил замечательную русскую историю Николай Иванович Костомаров Если говорить про эту парность То, конечно, Сталин и Троцкий подходят очень много Потому что трудно себе представить двух таких значительных людей Которые так много друг о друге думали Троцхе о Сталине, а Сталина о Троцком И оба, конечно, хотели, чтобы их сверстник погиб Самой мучительной, самой ужасной смертью Преуспел в этом один Но, собственно говоря, суд истории над ним Тоже оказался довольно жестоким И его конец тоже был не лучше, чем тот, который был у его соперника Так что вот две такие трагические биографии Начнем с Есю Сенча Сталин Человек Который Такой тип В русской истории Встречается в конце 19-го, начале 20-го века Есть такой американский историк Сэм Раммер Который сказал Как-то, что акцентская революция – это революция фельдшеров То есть революция тех, кто не является совсем необразованным человеком Но кому в существующей системе перепрыгнуть невозможно Фельдшер может лечить гораздо лучше, чем доктор Потому что у него есть практическая опытность Он видел много пациентов Но у него нет диплома об окончании высшей школы Поэтому доктора ему никогда не стать И вот эти люди Которые в формальной системе Какие-то прапорщики военного времени Народные учителя Ну, грубо говоря Как говорят в России В Советском Союзе говорили Со средне-техническим образованием Условно говоря, после техникума У которых в кастовом обществе До 1917 года не было никаких шансов Они эти шансы и получили В 1917 году И я бы сказал, что есть два Две модели у ненавидевших этот тип людей Михаила Афанасьевича Булгакова Один реалистический А другой уже проникнутый такой натуральной классовой ненавистью Реалистический это, конечно, Белая Гвардия Где он рассказывает По-моему, я про это говорил У сотники был Батуне Петлюровцы Который должен захватить Киев Вот ему, собственно, и сопротивляются братья Турбины Если вы помните Белую Гвардию И вот он На Владимирской горке И он видит Мать городов русских И понимает, что вот сейчас он ее возьмет И это его звездный момент А еще за год до этого, пишет он Булбатун был Учителем И преподавал на Полтавщине Детям математику На малороссийском языке Но в груди у него спал Наполеон И вот этот Наполеон Проснулся благодаря тому, что случилось И вот берет Киев Ну и как бы не издевался Провизор Преображенский Живущий с того, что он вставляет Яичники и обезьяны Коматическим вождям Как бы он не издевался Над Шариковым и Швондером Шариков и Швондер Тоже в некотором смысле пародия на это Ну, Шариков уже совсем ужасен В смысле образования Но Швондер какие-то слова говорит Неправильно, но говорит Вот, грубо говоря Судьба Иосифа Зеленовича Она как раз соответствует И происхождению Соответствует Это